Утопая в снегу, нахлобучив снежные шапки, расходятся от берегов северной двины леса, иногда раступаясь для лугов деревень. Это край русских народных мастеров. Дерево всегда было их любимым материалом. Его легко было обрабатывать незамысловатым инструментом. Оно было рядом, везде. От рождения человека до его смерти. Самые простые предметы быта, как, например, эти прялки, талант художников превращал в произведения искусства. В них можно было увидеть и красоту родной земли, и фантазии мастеров. Ковш, солонка, лапти. Сувенирные лопаточки, сплетенные по всем правилам из настоящего выка, люди с удовольствием вешают на стены своих квартир, как украшение, как память о прошлом, как свидетельство большого мастерства простых деревенских умельцев. В северодвинском крае живет и передается из поколения в поколение берестяной промысел. Но вряд ли слово промысел уместно в применении к этим орнаментам, ларям, шкатулкам. Деревянные изделия рассказывали о жизни людей этого края. Если на деревянных прялках никто уже не придет и не носит никто лапти, то сами еще не стали здесь музейным экспонатом. Их можно встретить на здешних заснеженных дорогах. Сани, сработанные почти без единой металлической детали, легки, быстры, надежны, способны выдержать до 800 килограммов груза. Северодвинский край знаменит и своими зодчими. Поэтому здесь, в Малых Карелах, вблизи Архангельска, летом 1973 года, был открыт музей деревянного народного зодчества. Сюда со всего края свезли уникальные деревянные строения. Мастерство северных плотников оказалось нужным и сегодня. Они занимаются реставрационными работами, воссоздают мысль живших в прошлых веках зодчих, дух их времени. Обостренное чувство пластики дерева, его красоты живо в северодвинских мастерах, продолжающих творить свое высокое искусство.